Лидеры стран БРИКС в расширенном составе организации собираются для так называемого семейного фото. Впервые с начала полномасштабной войны в Украине Путин позирует с таким количеством мировых лидеров. Кроме членов группы, ещё более 30 стран будут представлены на саммите высокопоставленными гостями. Ко второму дню саммита в Казани сюда прибыл и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Открывая форум, Владимир Путин привычно для себя говорил о новом миропорядке. Идёт процесс формирования многополярного миропорядка. Говорил, что на его стороне буквально так называемое мировое большинство. В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаянием основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. И традиционно вспомнил о национальном долге западных стран. «Продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах. Расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции». При этом самые влиятельные гости саммита – лидеры Индии и Китая – во время саммита ещё раз подчеркнули, что хотели бы прекращения войны в Украине. «Мы находимся в постоянном контакте относительно продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Как я уже говорил, мы считаем, что проблемы должны решаться мирным путём, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаём приоритет гуманности». Глава КНР Сидзинпин рассказал о трёх принципах, соблюдение которых, по его мнению, будет способствовать деэскалации. «Украинский кризис продолжает затягиваться. Китай и Бразилия, наряду с другими странами глобального юга, инициировали группу друзей мира по украинскому кризису. Мы должны гарантировать, что конфликт не выйдет за пределы зоны боевых действий, что боевые действия не обострятся и что никакие стороны не будут подливать масло в огонь». Западные эксперты обсуждают, может ли БРИКС превратиться в организацию, враждебную странам Большой Семёрки. «Многие из них уверены, что некоторым членам и кандидатам в БРИКС это было бы определённо невыгодно». «Если подумать о странах, которые находятся в очереди в БРИКС, типа Индонезии, или уже состоят в организации, у этих стран нет желания формировать большую антизападную коалицию. Они не хотят ввязываться в конфликт Восток-Запад. Они хотят иметь возможность следовать тому, что Индия называет стратегией многостороннего сотрудничества». При этом брюссельский эксперт Тереза Фэллон отмечает, что БРИКС действительно переживает усиление. Там собираются страны, недовольные международным порядком и подверженные риторике России и Китая об упадке Запада. «Тот факт, что эти страны работают вместе для защиты от санкций, и правда представляет потенциальную угрозу для западных институтов. Санкции – одна из сильных сторон США, поэтому они хотят помешать США налагать штрафные меры на эти страны. Вот мы видим Иран, недовольный санкциями с 2018 года, Россию из-за войны в Украине и Китае. Это самый большой страх Китая, что если что-то произойдет в напряженных отношениях с США, то Запад может наложить на него санкции». Эксперты пока не могут оценить, закончатся ли успехом попытки стран БРИКС обходить санкции Запада. Но считают, что вместе с ростом числа стран БРИКС растет и вероятность успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова